всем здравствуйте еще раз я продолжу вторую часть вебинара секреты общения с потенциальным партнером и так на чем же основывается успешное общение с партнером не важно где вы применять это общение жизни со знакомыми или же используя интернет все это работает очень хорошо все это дает ошеломляющие прекрасные результаты если это применять потому что все это основано на психологии это основано на обучение людей которые тренируют бизнесменов и я очень советую меня услышать сегодня и применить все знания которые я дам на своих партнерах и так чтобы вы знали существует четыре кита продаж на которых держится любая продаж это люди это интересы это варианты и критерии сейчас мы их очень подробно рассмотрим и постараемся параллельно чтобы вы своих головах применяли их уже программировали как вы будете их применять первый кит это люди вы всегда должны становиться на место человека и давать человеку что-то а только потом брать во первых наша большая ошибка что мы всегда думаем исходя из своего личного опыта исходя из своего мировоззрения то есть если ты думаешь что человеку например нужны только деньги предлагаешь ему бизнес основывая его на том что здесь можно много заработать поверьте не у всех на первом месте только деньги у кого-то на первом месте вот как мы разбирали дам есть шесть шесть моментов ключевых которые нужны людям 6 потребностей и у каждого в приоритете какая-то первая вы можете предложить свой бизнес бизнесмену да и вы должны понимать что у него могут быть не деньги на первом месте него может быть на первом месте например желание быть реализованным потому что в своем первом бизнесе он этого не чувствует может быть его что-то не устраивает и 먼저 этим хочет быть лидером а в бизнесе например но какой-то магазин на магазин продуктов здесь он а не может быть лидером то есть все что он Он может здесь лидировать перед продавцами своими, а ему конкретно хочется самореализоваться, выступить на сцене, быть признанным, выступать перед залами, проводить вебинары. Вот это то, от чего нужно отталкиваться, узнать, понять человека сначала, что конкретно этому человеку ты можешь предложить, что же ему нужно. Никогда не отталкивайся от себя. Очень часто мы делаем большие ошибки, думая, что человеку это не нужно, потому что если бы я был на его месте, если бы у меня была машина, квартира, продуктовый магазин, к примеру, то мне бы ничего уже не нужно было, мне этого достаточно было бы. Но пойми, это твое личное мнение, ты исходишь из своего эмоционального состояния. А многие бизнесмены, для них мало одного бизнеса, они хотят расширяться, хотят двигаться дальше. Мой пример. Когда мой спонсор Марина Соколенко, здоровечка ей, предложила мне этот бизнес, у меня уже, у нас мужем уже был бизнес, и ведь Марина могла подумать, как. Ну, верно, ей этот бизнес не нужен, у нее уже все есть, машина, квартира и бизнес, который приносит деньги. Но Марина подумала иначе, а почему бы ей не предложить? То есть это мышление действительно бизнесмена. Почему бы ей не предложить? У нее уже есть бизнес, и она, возможно, уже с мышлением бизнесмена, ей уже можно будет предложить, так как ей это будет интересно. И она угадала. Но она надавила на то, что мне не интересно просто, допустим, ходить с каталогами и делать это каким-то дополнительным заработком. Она поняла, что мне это будет интересно, как большой крупный бизнес, что я лидер, она меня знала, да, немножечко по характеру. Она видела, что я лидер по натуре, что мне нравится общение, что я хочу вести за собой людей, что я раскрываюсь, я получаю удовольствие, когда людям интересно то, что я им рассказываю. И она надавила на то, что я буду первой, то, что я буду лидером. Она зацепила меня на крючок таким образом. Именно это заставило меня посмотреть на сетевой бизнес, который я раньше считала, точнее, я его не считала бизнесом, но так как она поняла меня, а не мыслила какими-то своими, может быть, умозаключениями. Она дала мне то, что интересно было именно мне, как партнеру, как клиенту ее, а не то, что интересно ей. То же самое, если вы предлагаете людям индивидуальный какой-то подход, да, если вот вы хотите кого-то зарекрутировать, важно где это, в интернет. То есть вы посмотрите страничку человека и подумайте, чем он живет, какие у него интересы. Если он выставляет себя очень много, если он пишет какие-то умные вещи, он хочет, чтобы вы услышали. Это лидер, однозначно лидер, которому можно рассказывать о том, что здесь ты самореализуешься, здесь ты будешь выступать на сцене, здесь ты будешь получать награды. Если вы видите, что человек жалуется очень сильно на свое все-таки финансовое состояние, у него страх перед тем, что завтрашнем дне будет плохо, что ему нечего будет есть, его детям нечего будет есть. Показывайте финансовую сторону нашего бизнеса, что здесь можно заработать. Если человек мечтает о машине, да, вы об этом знаете, пожалуйста, рассказывайте о нашей автопрограмме. Если вы знаете, что человек ютится в жилье съемном или в коммунальной квартире или что-то связанное с жильем, пожалуйста, рассказывайте о возможности получить квартиру, заработать квартиру в нашей компании. Если вы знаете, что человек обожает путешествовать, что он об этом кричит, что он говорит, как тебе классно, ты вот можешь путешествовать, рассказывай об этом. Рассказывай о том, что здесь он может путешествовать несколько раз в год. Действительно, здесь можно путешествовать несколько раз в год, потому что здесь не только дарят два путешествия за хорошую работу, причем шикарных, таких, которые себе люди не могут зачастую позволить. Но и здесь ты получаешь такие премии, которые ты можешь отложить на путевку. Мы, например, с мужем два раза уже на заработок, именно на заработок, который мы получили в компании BSC, мы ездили в Таиланд два раза. Хотя до этого это была только моя мечта, мы не могли себе этого позволить. Вот это нужно людям рассказывать. Поэтому первый кит, на котором держится общение с человеком, это люди. Люди. Дай конкретно человеку то, что он хочет. Выясни, что он хочет, подумай. Тогда ты начнешь цеплять человека. Второе. Поставь себя на место этой стороны. То есть, если ты понимаешь, что ты конкретно не можешь еще понять, что же нужно этому человеку, начинай задавать вопросы. Правильно я понимаю, что сейчас ты находишься в таком положении, что не можешь путешествовать. А правильно я понимаю, что тебе нужен бизнес, чтобы чувствовать себя нужным людям, а, например, не купить себе авто. То есть, тебе важно быть нужным кому-то. А правда ли, что сейчас у тебя нет семьи, тебе тяжело быть одному, и тебе хочется общения, тебе хочется любви других людей, тебе хочется с кем-то разговаривать и дарить свою любовь. Правда ли это? Вот в нашей компании, ты знаешь, у нас такая команда, в которой постоянно царит дружба, мы друг другу помогаем. Ты можешь выйти пообщаться на любую тему, ты можешь даже обратиться к человеку из параллельной веточки, и тебе всегда помогут. Вот такая у нас дружная команда. И девчонки классные, вот мамашки, да, например, которые друг другу тоже помогают. И про деток мы общаемся, и про все остальное. То есть, здесь ты получишь вторую семью. Понимаете, вот это вот мы должны людям давать, задавая уточняющие вопросы. Третье, не думай за человека. Вот то, о чем я говорила, какой лидер, такая команда, Надежда. Я надеюсь, ты на мои счеты так приятно. Прямо слезы на глаза навернулись, потому что я такие слова люблю. Ну, значит, вот Надежда зацепила меня этим. И действительно, вот для меня лидерство, оно стоит на первом месте. Это то, ради чего я здесь. Чтобы отдавать, чтобы дарить, чтобы обучать и видеть, что люди довольны, люди счастливы. Я вчера приводила пример, разговаривала с моим партнером, с бизнес-партнером, с одной из девочек. И делилась эмоциями. Аза, если не слышно что-то, что-то у тебя, дорогая моя. Что-то попробуй, перезайди. Я делилась эмоциями, вот то, ради чего стоит здесь быть, то, что меня цепляет, например. Не знаю, как вас, но меня это очень цепляет. Когда кто-то из людей, из моих, достигает каких-то уровней, рангов. Я рассказывала про Елену Смирнову, которая пришла ко мне год назад в ноябре. Два месяца она не особо хотела работать. Да, у нее был маленький совсем ребеночек грудной. Мне в этом дело человек просто не верил. Она пришла из другой компании и просто не верила в то, что здесь что-то можно. И когда Светлана Маспанова, мой бриллиант, она действительно бриллиантовая, директор уже компании, в январе зарегистрировалась, в ноябре уже открыла бриллиант. А когда она вышла на директора за два месяца, даже меньше, Лена Смирнова воодушевилась, начала работать. И вот мы с ней начали плотно работать, и сейчас она уже в открытом статусе золотой директор. Мамочка в декрете. И ее слова благодарности, которые вот она мне недавно сказала, что это все благодаря тебе, спасибо тебе. И я смогла реализовать свои мечты, да, вот она сейчас себе премию получила. Говорит, я куплю себе кухню в новую квартиру. То есть она такая довольная. Говорит, мои родственники, все, которые не верили, они удивились, поверили и восхищаются теперь мной. И когда мне говорят такие слова благодарности, я понимаю, что я причастна к успеху человека, я начинаю понимать, что это все не зря. И теперь, когда я человеку предлагаю бизнес, я действительно понимаю, что я могу сделать его счастливым, счастливее, чем у меня есть сейчас. И вот если вы будете, предлагая бизнес, не бояться, что же обо мне подумают, а действительно будете понимать, что вы сейчас можете поменять жизнь человека. Вот если вы ему не предложите, вот это будет плохо, потому что вы можете поменять человеку жизнь, сделать его счастливым, а можете просто, скажем так, быть марионеткой своих страхов и не дать эту возможность, не сказав буквально несколько слов человеку, не предложив ему, не задав ему вот эти вопросы. Поэтому вы сами выбираете, оставлять ли добрые, хорошие следы в этом мире или же жить на поводу своих страхов, что делает большинство из нас. Я тоже боюсь и с этими страхами очень много в своей жизни боролась. Так же, как и выступать на вебинарах и на видео, я раньше не представляла, как я это буду делать. А сейчас я уже, конечно, представляю, как это делать и делаю это, потому что я знаю, что я каждым таким вебинаром приношу пользу каждому из вас. И для меня вот это очень важно, понимаете? Поэтому не думайте за человеком, дайте ему возможность. У него совсем другое в голове, совершенно другое, понимаете? Да, может быть, какие-то моменты похожие, но каждый живет своими мотивациями. Четвертое, вот то, что мы очень часто делаем. Мы обвиняем других людей. Если нам начинают отказывать, мы начинаем нападать на человека. Да ты дурак, да ты козел, да ты работаешь в своей компании, в которой ты ничего не зарабатываешь. И ты не слышишь, что я тебе говорю, да ты какой-то идиот. Нельзя так делать. Поймите, каждый человек живет своим опытом и своим мировоззрением на тот момент, который у него сложилось. Он же не на вашем месте, он еще не прочувствовал, что здесь можно заработать, что здесь действительно легкие условия, что здесь действительно есть совсем другие варианты жизни. Намного быстрее можно выйти на какие-то уровни, чем в какой-либо другой компании. И поэтому нельзя так, нельзя обвинять человека, что он тебя не понимает. Ни в коем случае нельзя обвинять человека, что он не слышит тебя с первого раза. Очень хорошо отвечает так. Вот это такой скрипт, который вы можете применять, и он работает, он действительно работает. Вы всегда должны сказать человеку, что вы его понимаете. Понимание для человека – это самое важное. Я тебя абсолютно понимаю. Я сама раньше так думала, но я решила набраться мудрости, все-таки посмотреть, послушать, рассказать свою историю, что я, например, была в другой компании. Но это практически очень часто встречается сейчас, кругом и около. Человек был в другой компании, он, естественно, считает, что его компания лучшая. Если даже что-то идет не так, он все равно хочет оставаться преданным. Часто такое встречается. Хотя люди должны понимать, что не надо быть преданной компанией. Вы партнеры, это не ваша мать родная, а компания хороша тогда, когда она дает вам качественные условия, когда вы в ней зарабатываете деньги. Если вас что-то не устраивает, вы вполне можете расторгнуть договор и запартнериться с другой компанией. Это ваш партнер. Поэтому не нужно никогда быть приверженцем именно компании в том понимании, что ложить себя на пьедестал. Да, нужно уважать свою компанию, нужно ее любить, ценить, но до тех пор, пока она дает вам хорошие условия. Если вас что-то не устраивает, полное право разорвать отношения и уйти запартнериться с другой компанией. Вот это мышление бизнесмена и вот это поведение бизнесмена. Понимаете? Но так как многие лидеры, они начинают превращать бизнес в, знаете, как, Ленин жив, поклонение партии и так далее, поэтому мышление людей вот таким образом меняется. То есть это называется раболевство, то есть подчинение себе и компании. Так не надо делать. Анна вот меня поддерживает, да, и говорит, компания – это инструмент, а не культик. Совершенно верно. Идите, зарабатывайте там, где вы зарабатываете. Но работайте, потому что есть опять же люди, которые не могут нигде заработать, но не потому что компании плохие, а потому что они сами просто не прилагают усилия. И поэтому вы рассказываете свою историю, да, я тоже когда-то была в другой компании. Но я видела, что что-то у меня идет не так, то есть мне хочется больше возможностей. Я заметила, что все богатые люди, да, они постоянно обучаются, развиваются и ищут новые возможности. И поэтому я все-таки вот решила попробовать. Ты знаешь, точно так же, как и ты думала. У меня было то же самое в голове. Все, ты соединился с человеком, ты его понял. Человек совершенно по-другому на тебя смотрит. Он привык, что если он говорит нет, то его начинают напрягать, да. Да ты давай, да ты что, да твоя компания дебильная, да. Нет, никому это не понравится. И, вы знаете, если вы так будете поступать, то вы, во-первых, ну, слава будет не очень хорошая, да, и о компании, и о том, что люди так вот навязывают себя. Не надо быть навязанным. Нужно предложить и встать на сторону человека. То есть сказать, что я тоже был на твоем месте, я тебя очень понимаю, ну, вот решила попробовать возможности. И хочу тебе их тоже показать. Скажешь, никто не заставит, это понятно, да. Ну, давай просто с тобой обсудим, сравним. Дальше, конечно, ты сделаешь свой вывод, и любой твой вывод я буду уважать, принимать. И все будет замечательно и прекрасно. Пятый кит, он похож очень, да, он близок к четвертому. Никогда не говори, да ты не понимаешь, а ты боишься и так далее. Это, да, это тоже нападение на человека. Это агрессия с вашей стороны. Не надо считать себя всегда самым умным. Это не так. Есть люди, которые по-своему умны, и у них есть свое мнение, и нет однозначно правильного или неправильного мнения. Поэтому мы, когда провоцируем ссору и негатив, мы, в тот момент, когда мы спровоцировали ссору или негатив, конечно, это происходит из-за того, что мы пытаемся отстоять свое мнение и считаем себя только самыми умными. Все мы такие, однозначно. Но хорошо, когда мы начинаем это осознавать, да, что, ага, сейчас я начинаю тулить человеку свое мнение. Значит, я не прав. Надо это осознать, поймать эту мысль и перестать так делать, потому что кроме негатива я не вызову у человека ничего. Я проиграю в этой битве, и однозначно я потрачу свое время, свою энергию, свои нервы, и ни к чему хорошему я не приду. Поэтому вы можете говорить так. Тоже очень хороший скрипт. Мне кажется, что твои убеждения не случайны. Так как, конечно, я понимаю, что в твоей компании, где ты сейчас строишь бизнес, есть лидеры, которые добились хороших результатов. Но бывают точки зрения ошибочные. Давай посмотрим так. Ведь ты поймешь, что эти лидеры, они пришли когда-то, возможно, пришли давно. Да, и вот смотри, то есть человек стал директором за три года, да, вот этот лидер. Могу тебе привести пример, например, в компании Биоси, вот, да, с директорами за месяц-два становятся. Возможно, это потому, что, потому-то, потому-то, компания новая, не охвачен рынок и так далее. Все плюсы перечислила. Вот, возможно, тебе будет интересно быстрее выйти на лидерские позиции. Плюс, вот смотри, у нас такая премиальная система замечательная. И берешь, там сравниваешь, да, для этого очень хорошо знает маркетинг план. Ой, а что случилось у меня? У меня что-то выключилось. Все нормально? Меня слышно и видно, ребят? У меня просто экран почему-то стал темным. Я испугалась. Это лицо смешное было. Хорошо, девочки. То есть, почему я прошу, изучайте вначале очень хорошо маркетинг план, потому что вы же сможете, сможете человеку преподносить грамотно, сравнивать. Да, вот, например, вы знаете свой маркетинг, и вы можете маркетинг план его компании сравнить, показать свои плюсы. Но, опять же, не с нападкой, что вот у вас такой дурацкий маркетинг. Нет, ни в коем случае этого делать нельзя. Запомните. Все нужно делать корректно, чтобы не обидеть человека, потому что у него, понятно, режим ожидания, спасибо. Потому что у него сложились определенные привязанности к той компании. Она все равно дала ему многое, дала обучение, дала... Все-таки это человек, да, а не робот, которому ты сказал, переключись сюда, здесь хорошо, и он ушел. Это ненормально, вы должны это понимать. Невозможно, чтобы человек вменяемый резко вдруг захотел убежать из старого насиженного места бездумно, особенно если он там чего-то добился. С ним придется поработать, конечно. А мы все хотим, чтобы мы сказали, сделали предложение, и люди к нам побежали. Но такого не бывает. Если к вам прибежит такой человек, то это перебежчик, который прыгает бездумно, не включает мозги. Помните, чем сложнее ситуация, чем дольше вы с человеком будете работать грамотно, чем дольше он будет, ну, скажем так, сопротивляться, да, тем лучше, потому что, значит, человек грамотный, человек думающий. И чаще всего лидеры переходят в другие компании, если их зовут, да, не сразу. Они говорят нет очень часто. Вот скажите, пожалуйста, у кого было так, что вы долго с человеком вели диалог, да, он говорил вам нет, но потом в итоге все-таки он пришел к вам, или, может быть, вы сами являетесь таким человеком, и показал результаты, действительно показал результаты. И у кого есть опыт, что человек сразу же соглашался, но результатов никаких не было. Напишите, пожалуйста, вот свои впечатления, чтобы подтвердить мои слова. Вот, Калимат, я тоже не сразу согласилась. Почему, Калимат, можете вот в двух словах объяснить, почему, что у вас на тот момент было в мыслях? Что вас держало? Ведь вы могли сразу сказать, да, но вы же не сказали. «Сначала изучила, узнала и потом пришла, а сейчас не жалею». Вот, да, то есть не сразу нормальные люди, которые вот сейчас на вебинаре. На вебинаре сейчас образуются люди, которым очень важно обучиться, которым очень важно впитать новые знания, да, от человека, который уже чего-то достиг в компании. Ну, вот есть такое, правильно? И поэтому люди должны думать. И отказы не воспринимайте на свой счет. Никогда. Отказы – это нормально. Это значит, человек сомневается и хочет подумать. Да, просто грамотно нужно дальше с ним проводить общение. И шестое. Люди, объединяй предложения с нуждами людей. Про нужды, вот, Калимат тоже работал в другой компании, не хотела менять компанию, потому что, да, какие-то уже были там, Калимат, вот, можете написать, какие уже были у вас, какой успех был у вас, да, то есть какой-то, может быть, результат уровень в предыдущей компании. Про нужды людей я рассказала в первой части, то есть вы берете, и с каждой из нужд человека вы объединяете. То есть рассказываете, какие плюсы по каждой нужде вы можете дать человеку благодаря нашей компании. Людмила, если бы все были сетевиками, это было бы странно. Да, это действительно так, не могут все люди быть в сетевом маркетинге. Есть люди, которые рождены для того, чтобы быть художниками. Есть люди-педагоги. Поэтому ни в коем случае не навязывайте мнение, что каждый человек обязан быть в этом бизнесе. Люди должны пропорционально делиться по всем видам бизнеса, иначе будет хаос. Вы ищите тех людей, которые призваны быть здесь. Поэтому, знаете, очень часто мне девочки жалуются, что вот из тех, кто приходит в команду, процентов 30. И начинают активно работать. Я вам скажу, это норма. Вот примите это как норму, 20-30 процентов. Почему? Потому что есть люди, которые себя ищут. Они приходят и понимают, что это на самом деле не тот бизнес, который им интересен. Он не совпадает с их мировоззрением. У них призвание другое, понимаете. У них призвание, допустим, быть воспитательницей в детском садике. И она хочет с детками общаться. Но пошла она сюда, может быть, потому что ей там платят мало. Но может этот человек впоследствии откроет собственный детский садик. Или начнет быть частной нянечкой, воспитательницей. Что-то такое, давать какие-то уроки. То есть все, что угодно. Поэтому давайте человеку выбор. Не все должны быть с вами. Перестаньте навязывать, и люди сами к вам будут идти. Академат просто пользовалась продукцией, да, но вот сейчас заинтересовалась бизнесом нашей компании. Отлично. Идем дальше. Второй кит. Нет, это у нас не второй кит. Это все относится к разряду, к человеческому. То есть к людям это все относится. Все люди испытывают эмоции. И вот этот тот момент... Да, закон Паретта никто не отменял. Все правильно. Эмоции – это тот момент, который присущ каждому человеку. И мы порой неправильно на них реагируем. И вот из-за того, что мы на них неправильно реагируем, случаются ошибки в бизнесе. Во-первых, очень часто человек расстраивается, когда он начинает предлагать... Ну, это больше в живом общении, да, мы можем испытать. Когда человек начинает предлагать бизнес, а другой человек начинает себя вести эмоционально как-то, да. Не важно, каким образом эти эмоции проявляются, но мы считаем, что раз он проявляет эмоции, значит, ему это не нравится. Все, дальше я ему предлагать не буду. А ведь все на самом деле наоборот. Эмоции показывают то, что человеку не безразлично то, о чем вы ему говорите. Самое плохое – это когда человек не слушает вас совершенно. И просто кивает вам безразлично головой, да, и молча вас выслушивает, да. Нет никакой реакции. Вот это означает, что человеку совершенно не интересно то, о чем вы говорите. Поэтому, поймите, эмоции – это действительно круто. Это значит, что все, вы зацепили человека, и дальше просто надо правильно с ним проработать. Вот поставьте плюсики, кто из вас не любит, когда человек выражает какие-либо эмоции, да, эмоции, понятно, что они восхищение, да, конечно, я бегу к тебе в компанию. Ну, начинает как-то себя проявлять, задавать какие-то вопросы и выражать там, может быть, эти эмоции кажутся вам негативными. Кого это отталкивает и кто привык после этого закрываться в себе и продолжать дальше диалог с человеком? Или начинает тоже проявлять эмоции негативные и нападать на человека? Вот по-честному, напишите, пожалуйста, поставьте плюсики, кто из вас так делает? А я пока дальше продолжу. Нужно выявить эмоцию. Какая эмоция движет человека? Понять. То есть вы можете думать, например, что человеку просто это не нравится, а ведь человек может бояться, бояться своего бизнеса, бояться, что, например, он не сможет обучиться. Людмила, это было давно. Да, это очень хорошо, Людмила, что у вас это прошло, что вы это осознали, да, и не боитесь человеческих эмоций. И вот дальше эти эмоции нужно выявлять. Почему человек их проявляет, да? Задавать наводящие вопросы. Опять же, задавайте человеку вопросы, он сам будет на них отвечать, и вы будете понимать, что движет человеком и как с этим работать. Ты боишься, что будет по-другому? Тебе кажется, что у тебя не получится? Да, то есть, почему такая эмоция? Ты боишься, что ты не сможешь обучиться? Ну да, я просто никогда этим не занимался, и мне кажется, это так сложно, вообще не знаю, что это такое. Но ты знаешь, ты можешь не переживать по этому поводу. У нас есть пошаговая школа обучающая, у нас есть чаты помощи. То есть, ты приходишь, регистрация у нас совершенно бесплатная, ты регистрируешься, и я тебя обучаю за ручку, вот так беру и провожу. Каждый день ты пошагово смотришь, обучаешься, всему ты этому научиться сможешь. Не переживай, я ведь тоже когда-то не умела. Но я пришла, и ты знаешь, мне так показалось, что все легко и просто. Действительно, спонсоры помогают, ведут за ручку, и здесь нет вообще никакого опасения. Ты всегда можешь попробовать, если что-то тебе не понравится, в принципе, развернулся и ушел. Никаких проблем в этом нет. Выявите, да, чаще боятся, что не получится. Действительно, очень многие люди этого боятся. Боятся больших денег внутренних. Вот они смотрят, например, вы говорите, вот наш лидер зарабатывает, например, 200 тысяч, у него автомобиль и так далее. Ой, я боюсь, нет, у меня так не получится. Люди не уверены в себе. Истории, очень хорошо помогают истории, рассказывать про лидера, что ты знаешь, эта девочка такая же мама в декрете, как и ты. Она пришла с маленьким ребенком на руках, работала, допустим, как я про спонсора рассказываю, она работала, у нее заплата была 7 тысяч рублей до родов в государственном учреждении. Но потом она решила, что она не хочет больше выходить из декрета. И человек с маленьким 10-месячным ребенком на руках, она вышла за два месяца на вице-директора. И добилась таких результатов, у нее уже автомобиль через год, через два года, извиняюсь, немножечко прибрать решила. Через два года уже автомобиль от компании она получила. У нее уже премии суммарно, сколько, 6 тысяч евро она точно уже получила суммарно. И так далее. То есть человек же тоже когда-то не умел, она обучилась. Поэтому истории других людей очень хорошо работают. Особенно тех людей, которых вы знаете лично. Если это еще пока не ваша история, то это история ваших лидеров, ваших спонсоров. И они очень хорошо работают. Что еще по поводу эмоций? Давайте возможность человеку выпустить пар. Не надо его успокаивать. Если он начинает как-то нервничать, переживать, то самое худшее – это начать его успокаивать. Человек выпустит пар, и потом он успокоится, начнет слушать вас внимательно. У кого из вас было такое, что вот вы начинаете нервничать, вас начинают успокаивать, а вас еще больше это бесит? Да уйди ты. Еще мне тут рассказываешь сказки. Люди не всегда находят грамотные слова, чтобы успокоить, и не могут своими словами еще больше человека возбудить, скажем так, в плохом смысле этого слова. Поэтому не надо успокаивать никого. Пусть человек этот пар выпустит, свои эмоции выпустит, вот эту энергию негативную. Вы просто его послушайте, пропустите мимо, и дальше начните грамотное общение, когда человек уже в спокойном состоянии. То есть не нужно реагировать на эмоциональные вспышки, сами не зажигайте себя, да. Вот, кстати, вот этот шаблон по эмоциям – это то, что вы можете применять не только в бизнесе. Применяйте это в личных отношениях, в отношениях с мужем, с женой, с детками, со своими, с родителями, с кем угодно, с друзьями. И это работает очень хорошо в личных отношениях. Попробуйте, вы увидите, как вы сможете управлять ситуацией. Вам это понравится, это будет своего рода игра. Когда вы не провоцируете ссору, не делаете из эмоций, не разбиваете конфликт, это когда вы, наоборот, этот конфликт предотвращаете. И вы начнете вот таким вот образом в жизни, если поступать, то у вас намного меньше будет негативных каких-то ситуаций. Вы будете намного радостнее и счастливее жить. И вам будет это нравиться. Вы будете с этим играть и будете предотвращать, я же говорю, нехорошие конфликтные ситуации. Не реагируйте на эмоциональные вспышки, относитесь с любовью к этому. Это будет повышать к вам доверие. Вот представьте, человек привык, что если он свои эмоции начинает показывать негативные, то другой человек точно так же реагирует. А тут он видит, что вы относитесь к его негативным эмоциям с пониманием. Да, я тебя понимаю, что ты переживаешь по этому поводу, что ты нервничаешь. То есть человек уже вам начинает доверять. Он привык, что всегда на его агрессию отвечают агрессии. А тут вы уникальный человек, вы его хотите понять. Вы знаете, когда тебя понимают и понимают, кто ты один из немногих, это разрывает все шаблоны в голове, и ты к этому человеку относишься совершенно по-другому. То есть вы открываете к себе дорогу. Вы открываете в человеке все самые лучшие чувства к вам. И все, и он ваш, скажем так, в хорошем смысле этого слова. То есть вы можете дальше с ним строить любые отношения. Не важно, это партнерские отношения, дружеские, какие-то личные отношения. То есть все, человек совсем будет к вам по-другому относиться. И Лена пишет, чаще боятся, если сложно, когда сам еще ничего не достиг, и они говорят, а ты сколько зарабатываешь. Вот, Лен, всегда лучше говорить правду. Не надо изгаляться, говорить, что ну я вот почти. Я сейчас пришла в эту компанию. Я здесь недолго. У меня заработок вот такой. Скажу тебе, как есть. Я объясню, почему. Потому что я здесь, во-первых, недавно. Во-вторых, я сейчас трачу время на обучение. И этот бизнес, который не всем дает сразу большие результаты. В основном большие результаты в первый, второй месяц дается тем, кто или приходит со своей командой, или просто он тратит просто мощнейшие ресурсы на то, чтобы создать быстрый старт. Да, вот я приведу пример опять же Светлана Маспанова. Это человек, который просто потратил огромное количество энергии, хотя у нее не было своей команды из предыдущей компании, так как она практически не была нигде. Она была в другой компании всего шесть недель. Но здесь она просто влила на первые два месяца, отдала себя всю. Не каждый это может, не каждый это хочет делать, да, скажем так. Каждый может, но не каждый хочет. Начнем с этого. Вот. Я сюда пришла, то есть, да, вот что можно вам говорить. Я пришла сюда, и я сейчас обучаюсь. Я решила обучиться, и постепенно, постепенно я буду выходить на хорошие уровни. И в основном это так, что первый, второй, третий месяц человек обучается, потихонечку наращивая себе структуру и потихонечку зарабатывая деньги. Да? Но MLM бизнес – это бизнес на будущее. Любой бизнес предполагает деньги постепенные. Открываете ли вы магазин, открываете ли вы ресторан? Это собственный бизнес. Это партнерство с какими-то компаниями или что-то подобное. То есть все, что не является наемным рабочим трудом, это то, где деньги идут по нарастающей, по такой лестнице успеха ты идешь. Не зря везде, в сетевых компаниях называется лестница успеха. Невозможно сразу заработать миллионы. Все постепенно, постепенно. Но вот мои спонсоры, вот мой непосредственный спонсор, у него вот такие результаты. Первый, второй, третий месяц у него тоже были зарплаты небольшие. Можно взять у спонсоров скрины. Например, первый, второй, третий месяц работы и, к примеру, шестой месяц. То есть, если есть вам что показать, показывайте доходы спонсоров. Но, прошу заметить, если вы рекламируете спонсора человеку, который еще не зарегистрировался в вашу команду, делайте это грамотно. Очень много ошибок происходило у людей. То есть, если вы, например, рассказали, что есть вот у меня такой-то спонсор. Не нужно давать на него ссылку и рекламировать его. Человек придет к нему и зарегистрируется под него. Вы делаете по-другому. Или вы предупреждаете спонсора, что сейчас к тебе может обратиться вот такой-то человек. Помоги мне, поговори с ним. Я думаю, любой спонсор не откажется, конечно же. И тогда мы зарегистрируем его ко мне. Или просто рассказать о спонсоре, но не давать никаких ссылок, не показывать, как он с ним сможет связаться. Поэтому делайте это тоже очень грамотно. У меня пошел рост. Вы знаете, у меня... Я вышла на вице-директора на третий месяц после того, как начала работать в компании. Но я работала... У меня усилия были на бюро. Потому что у меня интереснее было не менее бизнес. Так как немножко я к сетевому все-таки относилась еще негативно, честно скажу. Ну, как было. Мы открыли первое бюро в городе Севастополе. Это Крым, да? Кто знает? Рядом с Крымом. Ну, в общем... Считая, что это Крымом, они считают себя отдельным государством. Мне это совершенно не важно. Но самое главное, что это все рядышком. И за счет того, что я больше работала как линейщик, я перестала развиваться как сетевик. Вот я вот таким вот образом работала. И больше как держатель склада. И через год я увидела большие возможности в интернете. Мы с моим мужем обучились. Мы создали свою собственную школу. И вот тогда у нас пошел прорыв. То есть буквально с января месяца и вот до ноября мы уже открыли статус бриллиантовый директор компании. И вот уже в этом месяце мы пишем заявление на автомобиль. Через пять месяцев мы будем брать автомобиль уже по статусу бриллиантового директора. То есть это автомобиль уже высокого ранга будет. То есть тут у нас есть автопрограмма, кто знает. И там в зависимости от ранга. Чем лучше ранг, тем лучше вы можете получить от компании автомобиль. То есть я скажу так, как в первой части я рассказывала, я работаю всеми методами. Но основа у меня интернет. То есть большую часть я работаю в интернет. Но если у меня есть возможность познакомиться с человеком, я обязательно рассказываю ему о бизнесе. Используя вот эти все скрипты, о которых я вам рассказываю. Вы должны понимать, что эти скрипты не работают прям со всеми, со всеми. Почему? Потому что, как мы уже выяснили, не все люди хотят идти в этот бизнес. И не всегда все равно мы можем повлиять на человека. Но если вы их будете применять, то в три раза ваши результаты увеличатся. Это однозначно. Потому что вы грамотно будете общаться с человеком. Общение. Есть проблемы общения, которые, если вы будете избегать эти проблемы, то все намного будет лучше. Опять же, общение, где бы то ни было. Мы всегда везде все продаем. В личных отношениях, в хорошем смысле этого слова, поймите меня тоже. В личных отношениях, в бизнесе, с друзьями мы что-то продаем. Поэтому это можно применять везде. Проблема номер один. Мы говорим, чтобы продать, а не понять человека. Навязывание, продажа. То есть человек это всегда чувствует, что вы от него что-то хотите. Почему я говорю, хорошо давать скидку сразу? Я тебе хочу подарить скидку. Или это же по-другому звучит. Или если говорить, как мы все привыкли. Слушай, хочу тебя, чтобы ты зарегистрировался в компанию. И я здесь работаю, зарабатываю деньги. Хочу, чтобы ты тоже присоединился. Как это звучит? Это звучит, что ты хочешь ему что-то продать, продать бизнес и получить из него выгоду. Никому это не понравится, ребят. Никому. Поэтому мы должны говорить так, чтобы понять человека, чтобы ему дать вот эти все выгоды, а не чтобы что-то продать. Проблема номер два. Люди иногда не слышат. Не всегда люди тебя слышат, так как тебе хотелось бы. А ты начинаешь что делать? Навязывать. Ну ты не понимаешь, ну тебе же это надо. Тебе это надо, ты без этого вообще не выживешь, не проживешь. Ты что, дурак? Ни в коем случае. Люди, как мы уже говорили, да, надо понять, почему тебя не слышит человек. Ну потому что он дурак и золый и не понимает. Нет, потому что у него своя точка зрения. Третья проблема. Я не понимаю, как понять человека. Активно слушать его и понимать услышанное. Слышать не себя, а слышать то, что человек тебе говорит. Говорить очень просто и говорить целенаправленно. Мы очень часто привыкли парировать красивыми какими-то фразами, что-то мудрить, да, не все люди это любят. То есть если ты предлагаешь бизнес, ты говоришь просто, говоришь целенаправленно, то есть у тебя стоит цель какая-то, да, например, чтобы человек стал твоим партнером, если он станет твоим партнером, то ты удовлетворяешь какие-то его желания. Вот сейчас мы должны это сделать, зарегистрировать человека, и желательно, чтобы он уже сделал свой первый заказ. Вообще я очень рекомендую, если вы регистрируете человека, бизнес, говорить о том, что желательно сразу делать первый заказ. И обосновывать. Почему? Потому что ты попробуешь продукцию, потому что ты быстрее запустишься в этот бизнес, потому что ты быстрее заработаешь свою первую тысячу евро премии, так как ты быстрее станешь директором. Давай мы это сделаем быстрее, потому что если ты уже решил, то, конечно, хорошо не тянуть резину. Большие проблемы возникают из-за того, что мы не можем объяснить человеку, почему ему надо сделать поскорее свое ЛТО, и начинаем тянуть, и люди потом об этом забывают, сливаются и так далее, куча проблем, и они не делают ЛТО. Зарегистрировался, давай сразу же сделаешь ЛТО, ты попробуешь эту продукцию. Все. Как бы стараться делать так. Понятно, что это не будет работать на 100%, но нужно понимать, что это главная основа нашего бизнеса. Цель и простота. Вот это основа общения. Второй кит – это интересы. Эти интересы, вот эти четыре интереса – это такой конек, который, если вы будете использовать, то это просто взорвет ваши продажи. Первое – это безопасность. Безопасность должна присутствовать везде. Почему наша компания делает на это акцент? Наша продукция безопасна. Каждый человек хочет быть в безопасности, чтобы его ребенок был в безопасности. Должны объяснить, почему этот бизнес безопасен. Потому что, а, здесь нет положений, б, безопасная полностью органическая косметика, в, есть гарантия того, что ты безопасно, никому не навредя, и себе не навредя, выйдешь на хороший заработок. И так далее. Вы каждый можете найти свой интерес в виде безопасности. Вот подумайте, что еще можно предложить человеку, какую безопасность в предложении бизнеса. Какова безопасность конкретно нашего бизнеса? Второе, конечно же, экономическое благополучие. Об этом нужно рассказывать. Даже если у человека на первом месте лидерство, быть лидером, быть признанным, быть любимым, давать людям что-то. Но экономическое благополучие – это то, что должно быть включено однозначно. Напишите, пожалуйста, тоже мне, что вы можете предложить, какую фразу вы можете написать человеку, чтобы показать, что в нашей компании вы можете получить экономическое благополучие. Просыпаемся. 27 человек. И вы спите, пожалуйста, отнеситесь посерьезнее к обучению, потому что это действительно моменты, которые надо все проработать, чтобы вы хорошо, на хорошие результаты вышли. Напишите, пожалуйста, про безопасность, что бы вы могли предложить человеку, предлагая бизнес нашей компании. Про экономическое благополучие тоже напишите, кто что думает. Что вы можете прямо прописать человеку или сказать человеку, что вот может такой интерес, как безопасность, не нужны вложения, безопасный продукт, правильно, это все в безопасности входит. Кстати, про вложение – это может быть и ко второму пункту отнесено. Признание, вот что дает наша компания, чтобы быть признанным, вот это тоже нужно. Напишите это тоже, пожалуйста. Вот сейчас все, что вы будете писать, это поможет и другим людям, то есть из этого всего может складываться предложение коммерческое человеку, в интернет, знакомому, неважно где, но это все будет работать. Ты не будешь ни в чем нуждаться, ты и твоя семья. Татьяна, обосновывать надо, то есть ты не будешь ни в чем нуждаться, это, скажем так, такие выражения, не обоснованные ничем, да. Почему именно в нашей компании, что в нашей компании дает тебе экономическое благополучие? Вот, бизнес передается по наследству, да, это экономическое благополучие от тебя и твоего ребенка. Мамочкам это очень нужно всегда говорить. Признание, статус топ-лидера, потому что компания молодая, рынок не перенасыщен. Статус топ-лидера, что он дает, Марина? Что он дает? Ну, топ-лидер ты, да? А какие чувства затрагиваются, да? Как это будет выражаться? Вот, ну, в чем выражается именно в нашей компании? Статус топ-лидера. Признание, вот как можно с признанием это связать? Думайте, думайте, ребят, потому что это все вы будете использовать уже сегодня, уже завтра, когда будете писать свои первые письма людям, да, когда вы будете предлагать этот бизнес своим знакомым. Поработайте, пожалуйста. Контроль над собственной жизнью. Так, экология плохая, нужно заботиться о здоровье. Да, правильно. И подумайте, как эту мысль в красивый текстовый вариант переоформить. Подумайте. То есть так, чтобы вы могли это человеку написать или рассказать. Контроль над собственной жизнью. Каждый хочет контролировать собственную жизнь. Понимаете, о чем я говорю? Как вы это понимаете? Контроль над собственной жизнью. Будь уверенным в завтрашнем дне. Да, Марина, ну смотри. Когда ты эти фразы крылатые будешь как бы говорить человеку, он тебя не поймет. Почему конкретно наша компания дает уверенность в завтрашнем дне? Я вот что от вас хочу добиться, чтобы вы это сформулировали в четкие предложения, которые именно дает наша компания. Почему человек может быть уверенным в завтрашнем дне, то есть чувствовать безопасность, чувствовать экономическое благополучие и контроль над собственной жизнью. То есть вот ты можешь вот этот уверенный в завтрашнем дне прям по трем пунктам конкретно разбить. Стабильный доход, и он растет. Растущий доход, да. Но растущий доход, это опять же очень такое все туманное. Конкретно по нашей компании. Вы потом сегодня, вот я вам дам домашнее задание, по всем китам проработать и составить каждое предложение, где будет входить конкретика какая-то, да. Я вижу в тебя лидера нашей компании, ты можешь проявить свои качества лидера. Да, каким способом, благодаря нашей компании, что он получит, если будет лидером. То есть смотрите, вы говорите то, что человек хочет получить, но так немножечко размыто, да. А нам надо, чтобы по каждому пункту вы написали какую-то конкретику. Да, например, контроль над собственной жизнью. Именно в нашей компании ты просто становишься партнером. Ты контролируешь сам, сколько ты будешь зарабатывать, когда ты получишь автомобиль, когда и куда, в какое путешествие ты поедешь. Да, этого всего на наемной работе ты никогда не получал. Там контролируют тебя, твои заработки, кто начальство. А здесь ты можешь сам контролировать, когда хочешь, ты будешь ездить в путешествие. Когда хочешь, ты откроешь собственный магазин, ты сам к этому можешь прийти. А когда хочешь, ты приобретешь автомобиль, какой ты и хочешь. Так как именно в нашей компании, в отличие от многих других, ты можешь выбрать автомобиль любой иномарки. Понимаете, о чем я говорю? Конкретизируйте, чтобы человек, вы будете удовлетворять каждый из интересов этого человека. В то же время, вы будете конкретно говорить, что именно он получит благодаря именно нашей компании. Понимаете? То есть, когда мы говорим, мы должны затронуть каждый из четырех интересов. Если вы пропустили хоть один интерес, считайте, что вы проиграли. Вот это у вас должно быть висеть, даже вот возьмите, распечатайте, сделайте скриншот, распечатайте, и пусть это у вас будет где-то вот поблизости, чтобы вы это тренировали, чтобы каждое ваше предложение человеку включало вот эти четыре пункта обязательно. То есть, мы формируем проблему, исходя из интереса. Мы всегда говорим о будущем, о новом. Всегда нужно быть конкретным, да? Конкретно. Наша компания дает безопасность. Почему? Потому что это экологически чистый продукт, это органическая косметика, она полностью безопасная. Второе, третье, четвертое. Почему наша компания дает экономическое благополучие? Потому что у нас есть возможность с каждым месяцем выходить на новый уровень. Потому что у нас вот такая система премий. Рассказали, объяснили. Смотри, ты тысячу евро через два месяца, ты еще две тысячи евро, вышел на платину, еще три тысячи евро, вышел на сапфиры, еще четыре бриллианта, еще пять и так далее. Ты представляешь, ты можешь каждый месяц спокойно получать вот такие премии, это кроме зарплаты. Вот это то, что люди хотят услышать, да? Признание. Ты знаешь, у нас такие ассамблеи один раз в год, ты выходишь на сцену, представься, ты выходишь на сцену, тебя поздравляют, тебя признают. У тебя команда, которая тебе благодарна, которая приходит на твои вебинары, это так приятно. И так далее. То есть, вот эти вот моменты нужно тоже вписывать и рассказывать. Поэтому подумайте, пожалуйста, над этим, это очень важно. Третий кит – это варианты. То есть, какие варианты мы должны давать людям? Понятно, что каждый приходит и хочет какой-то волшебной пилюли, так называемой. Да? И очень часто пытается переложить ответственность на тебя. То есть, он пришел, все, он тебе отдался, как маленький ребенок, а ты должен за него все делать. Ни в коем случае так не делайте. Вы делаете хуже себе и делаете хуже, в первую очередь, этому человеку. Если человек сам не обучается, он не становится никогда лидером. Никогда. Запомните это. У кого из вас было такое, что к вам приходили люди, вы им отдавались полностью, все делали за них, они росли, а потом вы только пытаетесь отпустить этого человека, а все, он привык, что вы за него все делаете. И он уже дальше как лидер не растет из-за этого. Потому что он привык, чтобы с ним, ну скажем так, нянькались. У кого такое вот из вас было? Я знаю, что здесь есть лидеры, и поэтому, возможно, уже был такой опыт. На самом деле, это часто встречается. Так вот, вы должны людям дать все, что можете. Это однозначно. Да, Таня, вот тоже понимает меня, потому что у нее, видимо, такие люди были. Реально такое часто встречаются. И вы даете полностью, обучаете, конечно же, даете нашу школу, даете все, что может помочь человеку. Это и есть волшебная пилюля. Это то, чем человек должен воспользоваться. Но оставить ответственность ему. То же самое, когда вы предлагаете бизнес, вы рассказываете вот это все, что может дать бизнес. Но ответственность за выбор должен сделать сам человек. Если какая-то проблема, да, у человека, например, ну, опять же, возьмем ту же самую проблему, я боюсь, что у меня не получится. Вы должны вместе решить, вместе рассмотреть варианты. Как, давай подумаем, ты боишься, хорошо, давай подумаем вместе, как мы это можем решить. То есть, когда человек почувствует, что он не один должен что-то решать, а что вы вместе с ним, все, он вас видит, лучшего друга и партнера. И вместе вы рассматриваете варианты. То есть, а как, может быть, мы используем этот вариант или этот, а вот смотри. Да, запись будет. Показывать несколько вариантов обязательно нужно. Показывать взаимные выгоды. Никогда не говорите, что, ой, ты знаешь, я такой крыс, я ради тебя это все делаю, да, ты здесь получишь миллионы, а я просто делаю это ради тебя. Никто в это никогда не поверит. Вы всегда рассказываете о том, что да, ты получишь это, это, мы с тобой партнерами становимся, я тоже буду получать. Конечно, ты в моей структуре, то есть, чем лучше тебе, тем будет лучше мне. Ты будешь расти, я буду расти, поэтому я буду всячески тебе помогать. Это наша взаимная выгода. Мы партнеры. Надо это человеку доносить. Мы партнеры, и я тебе всегда помогаю в этом бизнесе, что и хорошо, что если я помогаю тебе, ты растешь, расту и я. Вот это тоже надо показывать, что у вас есть взаимовыгода. Вы должны вдвоем быть, понимаете, как такое вот соединиться, как такое, ну, как пара, ну, как пара, я не знаю, как это еще назвать, что-нибудь придумайте себе. И нужно решение принимать тотчас. Простое решение. Ну что, давай решим. Тандем, Жанна, точно, я это слово просто забыла, спасибо. Простое решение. Ну, решай сейчас. То есть, давай решим сейчас, я тебе дала информацию, тебе интересно, давай сейчас заключим договор. Не надо тянуть на потом, регистрируйте человека в бизнес сразу же, и сразу же рассказывайте о первом заказе. Давай сделаем с тобой сразу же первый заказ, я тебе помогу выбрать, накидаем. Ну, если человек говорит, у меня сейчас там нет денег, сразу ему вебинар, как сделать 300 баллов от нашей Марины Соколенко, помочь, объяснить, что можно сделать, 100 баллов на, каким образом, да, то есть, не обязательно ты это должен сделать, купив себе, потратив свои деньги, ты еще и можешь заработать. Все варианты рассказывайте, помогайте сделать первые 100 баллов человеку. Не бросайте его в это, да. Давай я помогу тебе, мы с тобой справимся вместе, все это сделаем. Все, потому что человек, когда сделает первый заказ, он справился, все, это начало бизнеса. Проблема, если есть у человека, мы ее анализируем, найдем, находим подходы, решения и все идеи решения этой ситуации. Вместе, тандем, да, вот хорошее слово, запомните его. Вы вместе. Не бросайте, человек пришел, вы сделаете все вместе, вы с ним в тандеме. Риск это новая безопасность, рандигейдж. Не рисковать, принимать решения, вот это риск. Ребят, и объясняйте это партнерам, да, именно риск является безопасностью, потому что если вы не рискнете, как говорится, вы не выпьете шампанского, вот если вы не рискнете принять решение сейчас, вы можете потерять много чего в своей жизни. Это надо тоже человеку объяснять и самому руководствоваться правилом, потому что человек, который это сказал, это очень успешный человек, кто о нем не знает, пожалуйста, прогуглите, почитайте, посмотрите его историю, узнаете много нового и зарядитесь энергией. И четвертый, последний кит, это критерии. У каждого есть свои критерии, по которым он чем-то руководствуется, да, то есть у кого-то деньги, опять же, у кого-то слава и так далее. Критерии нужно использовать объективные, объективные критерии, например, выбор бизнеса. Вот, ты знаешь, мой друг когда-то попробовал себя в такой-то компании, он ничего не заработал, или там, мой друг когда-то там что-то вложил в кучу денег и ничего не заработал. Это не объективные критерии. Это называется дом мыслы. Почему? Объясни человеку. Смотри, тогда было другое время, да, было другое время. Это была совершенно другая компания, у нее другой маркетинг план, другой продукт, другие условия. Ну, например, ты знаешь, наши компании почему там не зарабатывают? Потому что там большое труд, там надо набирать товар. Если ты его не продал, он у тебя складируется дома. Зарплату ты не получаешь, пока ты ИП не откроешь, чтобы открыть ИП нужно стать только директором. И так далее, да, вот какие-то такие вот условия. Пойми, у нас здесь все по-другому. У нас ЛТО очень маленькое. У нас в компании есть такой момент, что можно 2 до 15 тысяч в бюро получить. У нас обучение, там не было обучения, да, скорее всего, там брались каталоги и шли 10 друзей, обошли, показали, никто ничего не захотел. На этом бизнес закончится. Здесь обучение у нас очень мощное. Обучение онлайн, обучение оффлайн. Спонсоры. Опять же, спонсор тоже играет большую роль, да. Посмотри, у нас здесь спонсоры, которые добиваются результатов, которые показывают на своем примере, что здесь можно быть на какие-то хорошие моменты. Факты. Смотри на факты, которые я тебе привожу, и понимай, что у нас совсем по-другому. То есть вот это нужно как бы апеллировать те страхи, которые люди используют, основываясь на чьих-то там других, на чем-то в другом опыте. Анализируй, почему у человека такие позиции, да. То есть почему, потому что Вася, Петя, у него не получилось, или у меня лично там в той компании не получилось, значит, сетевой маркетинг – это какой-то раз в два дня, как многие любят говорить. Анализируй, почему. Не нападай, не говори, да ты что, дурак, ну, конечно, там было так. Да ты вообще просто не понимаешь. Не защищай свое мнение и принимай критику. Выслушал, да, и я тебя понимаю. Помните, как мы говорили? Я тебя понимаю, я сама так думала. И переводи атаку себя лично на проблему эту, да. То есть человек на тебя нападает, а ты пойми, что есть проблема, из-за которой он на тебя нападает, да. У него страх, проблема, он боится, что здесь не будет обучения. Так же, как было в прошлой компании. И ты рассказываешь. Да, я понимаю тебя. Знаешь, я тоже так думала, у нас такое обучение оказалось классное. Я в предыдущей компании тоже вообще не мог понять, куда себя деть. А здесь так обучают, так классно. Задавай вопрос и выдерживай паузу. Слушай, что тебе человек ответит. Пусть дай ему возможность подумать. Дай ему время подумать. И самое главное, вот то, что вы должны запомнить. Если вы себя чувствуете жертвой в вашем диалоге с партнером, то есть вы позволили себе почувствовать, что вы и партнер, а вы действительно жертва, то это все, это проигрыш. Никогда не страдай, не расстраивайся от отказа. Мы уже поняли почему, да. Потому что все не могут быть вашими партнерами. Значит, ты где-то что-то не так рассказала. Если тебе отказали, это повод к тому, чтобы подумать над собой. Что ты не так сказал, как ты неправильно преподнес. Может быть, ты где-то нагрубил человеку. Может быть, ты не послушал что-то, не выслушал его или не понял его проблему. Значит, есть такой момент, что нужно над собой поработать. Идешь и работаешь над собой. Смотришь вебинары, общаешься со спонсором и думаешь, как тебе можно в следующий раз не допустить такой ситуации. Но никогда не впадай в жертвенность, не начиная вот эту вот песню, как очень многие любят. У меня ничего не получается, ко мне люди не идут. Работай, обучайся, они к тебе пойдут. Только делай. Просто ты еще не научился, как предлагать грамотно. И еще не можешь принимать то, что не все должны быть в этом бизнесе. Вот когда вот это ты поймешь, все, роль жертвы уберешь, все будет замечательно. Ну и закончу я наш вебинар, который сегодня затянулся немножечко дольше, чем вчера. Но я не могла его закончить раньше, потому что мне надо было донести до вас эти мысли все. Я хочу вот такую фразу вам преподнести. Зима Давидов – это основатель компании Давидов. Это сигары, сигареты. Человек очень грамотный, который создал свой огромный бизнес. И мне очень понравилась его фраза, в которой он сказал, я никогда не занимался маркетингом. Я просто любил своих клиентов. Это то, что я вам пыталась донести сквозь эти два вебинара. Но если вы просто будете любить человека, если вы будете желать ему добра, и если ваши помыслы предложить бизнес будут самыми, что ни на есть хорошими для этого человека, человек это почувствует. И намного больше шансов будет, что он придет к вам в бизнес. Если же вы будете подходить к человеку с позиции «ты мне нужен, я хочу заработать на тебе денег», поверьте, это ничем хорошим не закончится. Все в нашей жизни основано на человеческих чувствах, на эмоциях, на энергетике. И чем больше вы этому миру будете отдавать, тем больше вы будете получать от людей. Поэтому запомните эту простую вещь. Я надеюсь, что вы все примените, что я вам сегодня дала. И я очень вас прошу сегодня сделать домашнее задание. Хорошо, сегодня воскресенье, давайте я не буду уже вас нагружать. Отдохните. Но в понедельник, пожалуйста, каждый проработайте еще раз вебинары, которые я эти два дня вам давала. Проработайте. То есть возьмите все три пункта, о которых я рассказывала, все три варианта ведения бизнеса, о которых я рассказывала в первой части. И по ним пропишите свои прямо вот такие скрипты. Как вы будете людям предлагать этот бизнес. Вы можете прямо диалог прописать, вы можете прописать, что вам отвечают люди, и как вы человеку будете отвечать на это, да, какие-то его вопросы, замечания. Как вы будете реагировать на какую-либо эмоцию. Если вы подготовитесь, то, знаете, как говорится, вооружен, значит, что? Или как там говорится? Сейчас я забыла сама. В общем, кто помнит эту пословицу, помогите мне, потому что мысль хорошая, но чуть ли я ее забыла. В общем, если вы обладаете знаниями заранее, да, значит, предупрежден. Или наоборот. Предупрежден, значит, вооружен. Да. Марина, спасибо. Отлично. В данном случае, если вы подготовлены, то вы вооружены. Да, я вот так вот эту пословицу трансформирую немножечко. Поверьте. Потратьте на это полчаса, часик. Во-первых, вы напишите качественно первые письма свои, с которыми вы будете онлайн обращаться к людям. Они уже будут совсем другого уровня. Во-вторых, вы будете знать, как преподносить это партнерам, которые обратились к вам, и как с ними дальше вести диалог, чтобы не терять человека, которых вы уже поймали на крючок, да, скажем так, в хорошем смысле. И вы будете знать, как разговаривать с знакомыми. И вы перестанете бояться рассказывать знакомым о бизнесе, о продукте, потому что вы просто, ну просто, не нужно терять эту возможность дать людям лучше. Понимаете. Чтобы они пользовались хорошим продуктом, и чтобы они имели возможность попробовать жить лучше все-таки, попробовать этот бизнес. Поэтому я очень надеюсь, что кто, может быть, не все мог услышать, да, потому что я все понимаю, кто-то делал параллельно какие-то домашние дела, кто-то включил просто, чтобы присутствовать. Неважно. Самое главное, что если вы не смогли послушать все, я очень прошу вас в записи пересмотреть. Я запись, конечно же, делаю. Первую, вторую часть, и все это сесть проработать. Потому что это основа успешного бизнеса. Лучше один раз подготовиться, и потом делать хорошие вещи, хорошие результаты. Ну что ж, я желаю вам отличного воскресенья. Я надеюсь, что я была вам полезна сегодня. Проведите это воскресенье с любовью. Проведите с вашими родными. Поцелуйте сегодня всех детей, внуков, дружей, жен. И отдохните сегодня хорошенько. Выйдите на природу, подышите воздухом, погуляйте. А в понедельник снова в бой. С новыми силами. С вами была наша Елена Коваленко. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok